Если все религии, которые мы сегодня знаем, говорят о том, что то, что окружает наш мир, создан Богом и Господом, продавать все это без добавления туда своего труда, и только этот труд вы можете продать, ничего большее, кроме своего труда, который вы сами создали, вы не можете продать на страну. Все остальное вы не создавали и по факту юридически не имеете права. Вам Господь не дал доверенность. Если дал, покажите. Подпись и печать. В Коране посмотрите. Дал деньги в рост – смертная казнь. Взял деньги в рост – тоже смертная казнь. А вы, получается, забрали что? А вы забрали то, что вам не принадлежало. Это уже плохо. Но вдвойне плохо, что вы забрали то, что принадлежало Господу. Друзья, здравствуйте. С вами канал «Перехват управления». Я Виктория Ахметова и Владимир Николаевич Баглаев у нас в гостях. Директор Череповецкого литейно-механического завода. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, зрители, слушатели. Я уже знаю, мне пообещали, что этот эфир будет троллиться, как никогда. Так что троллик, отдельный привет. Почитаем, что вы там умного нам скажете про меня и про Викторию. Да, конечно. Будем читать и отвечать. Владимир Николаевич, такая тема. Земля. Кому она принадлежит? Почему ее кто-то покупает, кто-то продает? Вообще на каких основаниях? Это примерно то же самое, как и Луну. Продавать, покупать какие-то земли. Земля же никому не принадлежит. А это вы так почему решили? Откуда вот такой вопрос? Вот вы пришли и задали вопрос. Земля, зачем ее продавать? Это у вас какой-то повод был, чтобы этот вопрос задать? Зачем кто-то продает землю? Я считаю, что земля гораздо глобальнее человека одного-единственного. И кто имеет право ее продавать? Единственное право земли – это лежать после смерти метр на два. Это вот да. Право человека. И стать, в общем-то, частью этой земли. Да, да. Из праха встал, из праха возвратился. Кто назначает цену земли? Вот хороший вопрос. Цена земли. И владение земли. Как там в одном очень сильном философском фильме, точнее мультфильме, было сказано одним из пророков, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. Так вот вопрос, чтобы землю продать, надо сначала ее купить. По факту, для того, чтобы землю продать, надо сначала стать ее собственником. Это как бы первое, что приходит в голову. И дальше у меня возникает вопрос. Вы говорите, а надо ли продавать землю? Ну, для того, чтобы ее продать, надо сначала получить право ее продавать. То есть, надо стать ее хозяином. И вот тут чисто философски у меня возникает нестыковка в отдельно взятой голове моей. То есть, да, кто-то на разных территориях продает землю. Причем где-то они продают земли как бы своим гражданам, а где-то кто-то продает землю даже гражданам и компаниям других стран. Здесь для меня сразу масса вопросов. Раньше, когда люди жили на земле, и земля их кормила, для того, чтобы стать хозяином земли, соседнему народу, нужно было убить тот народ, который вашу землю занимал. И оставить его ровно столько, чтобы позволило ее обслужить и вам дань принести. Ну, я, конечно, утрирую, безусловно, но факт другой. Чтобы землей завладеть, надо было пойти войной. Чтобы у тех, кто на ней работал и по факту владел на тот момент плодами этой земли, ее отобрать. А теперь, что характерно, землю можно купить, воевать не надо. Причем, а за что в этой ситуации покупается земля? Вы говорите цена, да? Итак, покупается земля, за которую раньше воевали, за которую раньше гибли народы, теперь ее можно купить. А в чем выражается та ценность, за которую покупается земля? Это еще один интересный момент. Земля покупается за доллары. Или там другие ничего не стоящие, по большому счету, бумажки. Сейчас понесется троллинг. Как? Доллары ничего не стоят. Да ну перестаньте. Дайте мне мешок долларов, который ничего не стоит. Ребята, посмотрите на то, как вообще Соединенные Штаты Америки создавались. Как был куплен, за какую сумму был куплен Манхэттен? Откуда у Америки взялась Аляска? Как часть территории, которую контролировали испанцы, за деньги перешла не испанцам? То же самое с французами произошло за, в общем-то, по нынешним временам совершенно смешные деньги, по большому счету. И тем не менее, то есть, действительно, вроде бы как смешной вопрос на первом этапе превращается в вопрос, по сути дела, философский. А дальше возникает вопрос, если тот, кто продал землю, на самом деле, в самом начальном этапе, не имел права собственности на неё, является ли эта сделка по продаже земли юридически состоятельной? Ну, так, по большому счёту. Нет, конечно. Вот те же индейцы продали Манхэттен, а вообще они право имели продавать, но правда сейчас говорят, ну как, продали, продали, вот договор, всё. Извините, когда я подписываю сегодня договор, я должен иметь или право по уставу подписать договор, или доверенность, которая позволяет договор подписать. А кто, по какому праву, по какому уставу, по какой доверенности подписывает продажу земли? Это как бы первая ситуация. Второй. А насколько вообще это право переходящее, которое вдруг взяли и купили? Оно безусловное. Вот с точки зрения того, что мы сейчас видим с вами на Украине, там же уже практически земля вся распродана, как таковая, и далеко не гражданам или компаниям с Украины. И дальше чисто такой вот юридический вопрос. А та часть проданных земель, которые никогда в Украину не вернутся, она в чьей собственности будет находиться? Российские олигархи купят. Не, стоп, подождите. Это я сейчас только такая заначка, говорится. Не мешай вашему. Старт этого всего. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, предположим, что это неудачный момент. Тогда набираем в интернете, как менялись границы государств за последние 150 лет на ускоренном режиме. И мы с вами увидим, с какой скоростью и очень разноплавленным направлением меняются границы государств. И я почему-то думаю, что вместе с границами государств очень сильно менялись права владения землей, которые как бы права, а как бы и нет. То есть все равно на каком-то этапе вдруг оказывается, что право владения землей не совсем право, и его можно отобрать. Хорошо, то есть войны – это плохо, воевать за землю неправильно. Ладно, пойдем в другую сторону. Воевать не будем, потому что глобалисты победят. И на этапе прихода, как же без него, Машиаха, войны все прекратятся, и планета погрузится в общее счастливое Машиахское будущее, где стран не будет, границ не будут, будет всеобщее планетарное глобальное счастье без границ. Подождите, там должен спаситель еще прийти, который замочит Машиаха. Слушайте, давайте вот, значит, вы сейчас будете мне иудеев стрравлять с христианами и мусульманами. Для одних спаситель, для других – это… Дьявол, сатана. Наоборот, да. Поэтому мы сейчас про землю, про то, кто торгует воздухом или землей. Хотя тема про Машаха, конечно, интересная, тут есть о чем поговорить. Я о другом. Наоборот, границ больше не меняются. Более того, границ и нету. А вот у меня вопрос. Вот если границы между государствами сотруются, вы уверены, что право собственности на Землю, когда не будет на Земле границ, а будет одно глобальное планетарное управление, у какого-то отдельно взятого случайного мужичка сохранится? И никто на это право владения Земли, мужичка, не посягнёт. Неужели вот можно быть настолько доверчивым, мягко скажем, или особо одарённым, твёрже скажем? Вряд ли, да? Это другой вопрос. Ну, опять же, если уж так. Ну, хорошо. То есть, мы с вами приходим к выводу, что вообще сама по себе мысль торговать природой, которую ты не создавал, это вообще говоря не просто неправильно, это кощульственно. По любой религии Вселенную, и планету там счастливее, и природу на ней создала какая-то высшая сила. И кто-то приходит какой-то особо одарённый той или иной национальности и начинает торговать тем, к чему он не имеет ни права как создатель, недоверенность на торговлю от имени создателя. Ну, ладно, глупо. Глупо ли? Ну, подождите. Возвращаемся к истории наших 90-х годов. Вот Советский Союз, где народ ходил как хозяин необъятной родины своей. Потом появились ребята, зачастую моложе 30 лет, и после этого на них приписали, пускай не землю, но вполне себе реальные активы в виде недр, содержащих руды, металлы и всё остальное. Подождите. А, собственно говоря, вы так переживаете за продажу земли, а почему вы не переживаете за продажу, в принципе, тоже природных, не ими созданных богатств? И вообще говоря, а кто тот хозяин этих богатств, который выписал ту или иную доверенность на передачу этой невероятной по сумме собственности, которая оценивается по разным оценкам до 200, а то и больше триллионов долларов в нынешней оценке, кто им передал в частные руки 30-летним парцанам такие активы? Дальше возникает вопрос, ну как же, у нас такие были законы, а раз законы такие были, то мы ж не можем, мы не можем, мы не можем что? Я всё-таки как человек, который занимается бизнесом, так или иначе в судах периодически те дела разбираю. Я с кем-то, со мной кто-то, и зачастую вообще смотрят чистоту сделки, насколько она вообще, говоря, не притворная, не фиктивная, и если вдруг притворная, фиктивная, если она как бы там, мягко скажем, не принята в деловом обороте, так ребята, всё нафиг, су-то аннулируют это самое, всё назад, всё взад, всё взад, до начала сделки. Мне всё равно какой закон был тогда в 1991 году, который написал Чубайс Гайдарович, или Гайдар Чубайсович, ради бога, как вы хотите, называйте этого Явлинского. Я про другое. В этой ситуации Кудрин готов признать, что написанный для этого пятилетия закон, мягко скажем, не имеет юридической силы с точки зрения того, что это очевидно эффективная сделка? Или наберюсь напротив? Я так рассуждаю, да, без каких-то претензий. Или с какими-то претензиями, надо подумать на эту тему. Всё-таки, может быть, просто как продержишь претензии, потом обратно скажи, тогда к тебе претензии, чё ж ты, мы были умные, поэтому мы хозяева, а ты вот, извини, поэтому не вписался в рынок, до свидания, до свидания, вот тебе крестик на могилку. Так у нас, по-моему, особо эффективные менеджеры предлагали теми, кто не вписался поступать. Поэтому в данной ситуации, на мой взгляд, вопрос, который вы подняли, это вопрос, по большому счёту, не только нравственного и юридического аспекта, это вопрос уже, в том числе, вопрос теологии и даже религии, если разобраться. Есть ли все религии, которые мы сегодня знаем, говорят о том, что то, что окружает наш мир, создан Богом и Господом? Вы можете продавать всё это без добавления туда своего труда, и только этот труд вы можете продать. Ничего большее, кроме своего труда, который вы сами создали, вы не можете продать на страну. Всё остальное вы не создавали и по факту, юридически, не имеете права. Вам Господь не дал доверенность. Если дал, покажите подпись и печать, материально заверенную. Если нет, всё, что вы сделали с природными ресурсами, придумав ту или иную обманную схему, обманного нотариуса, который без вашего ведома переписал квартиру на какого-нибудь особо одарённого из той категории молодых и ранних, ну, что я могу сказать? Вот мы что-что обсуждаем? Что мы считаем это неправильным. Согласен. Воровство на доверии, обман, подлох, мошенничество – это неправильно. Ну, вопрос другой. А судьи кто? И если даже судьи наши, вопрос, а кто будет трактовать тот или иной закон, высший закон? И кто будет налагать ту или иную меру ответственности за тот, кто его нарушил? По моему пониманию, захват и присвоение, то есть, получается, чтобы продать, я должен сначала забрать, а вы, получается, забрали что? А вы забрали то, что вам не принадлежало. Это уже плохо. Но вдвойне плохо, что вы забрали то, что принадлежало Господу. А вот за это, я думаю, светят совсем другие сроки заключения. Поэтому где-то в глубине моей маленькой души горит огонёк надежды и радости, что те люди, которые присвоили себе право распоряжаться имуществом, принадлежащим не просто кому-то, а высшему разуму, не смогут найти никакого адвоката на том суде, который им предъявит, ну ладно, погулял ты своих 30-40 лет, как никто не гулял. Ну, а теперь тебе, дорогой друг, как правило, все эти дорогие друзья, в отличие от многих выходцев Советского Союза, поверьте мне, ни разу не материалисты, а не глубоко верующие люди, каждый у своих богов или антибогов, у кого какие. Вы знаете, может быть, поэтому они так боятся умирать, а мы поэтому с вами делали отдельную передачу, потому что знает кошка, чьё сало съела. И, может быть, это тот самый случай, когда мне кажется, что, во-первых, право собственности по такого роду переписыванию документов на то, что создал Господь, точно не является безусловным и бесконечным во времени, это первое, поэтому, ну, украл ты, берут обратно, это А, и это хорошо. И второе Б, за это придётся отвечать. Так что мы начали тему, вот я не как-то вот не был готов, но чисто логически я прихожу к выводу, что за всё, за то, что сделано в том числе в нашей стране и не только в ней, кто-то ответит в том числе лично и не перед судом человеческим, а перед судом Божиим. Я думаю, это тоже нас немножко должно настраивать на философски позитивный лад. Такой глупый вопрос. А смогут ли они доверенно сделать от Бога, подделывать? Смотрите, на самом деле не такой глупый вопрос. Почему? Потому что, при том же, в общем-то, так или иначе, религии сходятся разные в том, что Бог как бы един, понимание того, что можно и что нельзя, у всех немножко разное. И направление религии, то есть, вот даже в христианстве основных направлений больше десятка, а если там взять все возможные секты отправления, больше трехсот. Такая же ситуация, кстати, есть не только у христианства, это тоже с мусульманами, не так все просто. Поэтому в тех или иных направлениях для себя ту или иную душу, но в той или иной книжке они себе придумают. Но вопрос не в том, понятно, что если ты там попался, где-то чего-то, сам себя ты, конечно, оправдаешь, это не я плохой, это у меня детство было тяжёлое, и папа меня много бил, и наоборот, не било, бить бы надо, да? Но с точки зрения... Истины. Да даже закона, незнание закона, во-первых, а, не освобождает от этого отверстия, оправдание будет глупое, а второе, это тот случай, когда эти законы не знают. Поэтому вот здесь попытка в виде того или иного отклонения, ответвления в той или иной религии придумать себе отмазку, безусловно так. С другой стороны, опять же, посмотрите, если уж пойти по этой, ведь, что характерно, вот вроде арамические религии. Ну, я просто приведу пример, который показывает, насколько при желании можно в том, в той или иной религии для себя сделать отдушину, лазеечку, что вот здесь воровать можно, здесь можно грешить. То есть, вот в Коране четко предусмотрено, в Коране, без всяких там, если бы да, если вот так, может быть, если так, то простим, если так, то хорошо, нет. В Коране предусмотрено, дал деньги в рост, смертная казнь. Взял деньги в рост, тоже смертная казнь, и никаких исключений нету. Деньги в рост, смерть, деньги взял, смерть, всё, в Коран. Берём другую книжку, другой религии. Своим давать в рост нельзя, чужим надо. То есть, вроде как бы, приходишь и говорят, а у меня доверенность, у меня можно. Вопрос, а доверенность настоящая, не мне решать, там посмотрим. Тогда вопрос такой, что получается, мусульмане закон постоянно нарушают? Тяжёлая тема, Виктория, понимаете, мы с вами опять приходим к одному и тому же моменту. Многие вещи, которые мы с вами обсуждаем, построены на древних писаниях одной из древних национальностей, народа, так скажем аккуратно. Сразу возникает вопрос, а настолько ли она древняя, и кто писал? То есть, опять же, мы с вами начнём разбираться, что есть дом Исава, есть дом Исмаила, есть дом другой, более правильный по их представлениям, правильно обрезаемый, в отличие от тех, кто обрезается неправильно, а тем более тех, кто вообще не обрезается, это вообще ужас. То есть, вопрос следующий, то есть, мы формируем то или иное мнение, на основании, ну так скажем, букв и слов определённого вида и места происхождения. И при этом, до древнего, то есть, древний еврейский календарь, ну без малого 6 тысяч лет, там 5-800, там с чем-то. Но есть ведь и более древние календарьи, скажем, календарь, который условно называется древнеславянским, им же уже 7-800, он на 2000 старше еврейского, и дальше возникает вопрос, а почему мы нигде не читаем сценариев по ведам, почему у нас древнеаравийский язык, как бы мы пытаемся учить для того, чтобы понять смысл не только текста, но каждого слова и буквы, а вот с санкскритом у нас как бы никто не пытается расшифровывать те тексты, которые в общем-то, а санкскрит, это в принципе прародитель нашего нынешнего... Жарикова у нас была, которая разбиралась в этом. Ну, это отдельный разговор, поэтому, понимаете, мы с вами сейчас затрагиваем вот такую тему, очень непростую, я не считаю, что мы должны как бы в этой передаче туда заходить, но тот факт, что вы обратили внимание на один момент, что тот или иной документ, пускай и древний, пускай и сосылка на ту или иную религию или предсказание, или пророчество, это может быть реальный документ, а может быть подделка доверенности на проведение той или иной операции. И прикрываясь этой доверенностью, тебе говорят, видите, у меня доверенность. Нам всё можно. Нам всё можно, да. Мы бога избранные. Насколько там неподдельная печать, я не специалист по этому роду, но вы знаете мою, так сказать, личную историю, то есть так получилось, что пообщаться меня посчастливилось с разными направлениями не только вер, но и видение к тому, у кого какая доверенность, а не у всех разные, я вам скажу, и они друг другу, зачастую возникает вопрос, а у кого более правильная доверенность? Объект доверения один и тот же, а в доверенности написано, что с ним можно сделать на разных представителей. поэтому я не готов сказать, что я знаю, где из них правильно и вообще, если из них правильно. В данной ситуации я просто прихожу к выводу, что те или иные моменты, которые мы с вами наблюдаем в рамках распределения того, что создано высшей силой, в любом случае с точки зрения Всевышнего вряд ли можно будет прикрыть той или иной фальшивой доверенностью. Даже если будет куча народу искать буквы Закарюки в тех документах, которые сами же и написали. Спасибо, Владимир Николаевич. Да, это нарушение космического земного закона. Спасибо. Спасибо.